МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире место происшествия. Программа, которая не только рассказывает о незаконных явлениях нашей жизни, но и пытается помочь обойтись без них. Студия Татьяна Караханова. Смотрите в нашем выпуске. Чуть не лишились городского рынка. В Зеленоградске подожгли торговый склад. Пострадал ребенок. На Московском проспекте сбили мальчика. Сделка не удалась. В новенький Мерседес въехал Хюндай. Краденые вещи. УВД ищет хозяев ювелирных украшений. Отстояли рынок. В пятницу Зеленоградск чуть было не лишился городского рынка. В 7 часов вечера буквально в нескольких метрах от торговых палаток загорелось заброшенное здание. Чтобы огонь не распространился на другие павильоны, сотрудникам рынка пришлось лезть на крышу. Более подробно в первом материале нашего выпуска. Почему ты здесь появился, когда все сгорело и мы все потушили? Потому что я был дома. Все, и так. Даже попасть на территорию сгоревшего здания для съемочной группы стало проблемой. Хоть директор Зеленоградского рынка дал разрешение и лично пошел проводить, владелец по имени Роберт всячески препятствовал съемке. В пятницу вечером здание, которое находится под его контролем, загорелось. Позвонил сторож, сказал, что толком, в общем, с перепугой объяснить не мог, но сказал, что здесь горит крыша на территории рынка. Я говорю, какая крыша? Когда уже определилось, и было видно, именно какая крыша, ясно. Я говорю, быстренько, я позвонил, это начальник службы безопасности Сидорову Владимиру Викторовичу, я позвонил ему, а сторож сразу и так же Владимир Викторович сказал, вот быстренько рукава раскатывайте, лезьте на нашу крышу, отсекайте пламя. Сотрудники рынка залезли на горящую крышу и в течение часа с пожарным гидрантом тушили пламя. Здание расположено в нескольких метрах от рынка, все искры летели на крыши павильонов. Пожарные три часа тушили возгоранием, на помощь приехали даже спасатели из Калининграда. Из людей никто не пострадал. Сама постройка была выкуплена у рынка московской фирмой. Хозяева обещали построить развлекательный центр, но уже 10 лет обустройством здания никто не занимался. Там постоянно сборище, грубо говорить, как их называют, бомжи, да? Собственно, этого и следовало ждать. Когда-либо это должно было произойти. Владелец решил подзаработать без затрат. Он отдал часть помещений предпринимателям для хранения товара. В огне пострадало имущество нескольких торговых точек. Возмещать ущерб, естественно, никто не собирается. Основная версия возгорания – поджог. Электропроводки в здании не было. Татьяна Караханова, Михаил Олькевич. Специально для места происшествия. Снова ДТП на Московском проспекте. На пешеходном переходе сбили шестилетнего мальчика. Ребенок госпитализирован. Далее обзор аварии за минувшие сутки. Шестилетний мальчик переходил проезжую часть по зебре на Московском проспекте. Но водитель Рено этого не заметил. На скорости он не успел затормозить и сбил ребенка. С травмами мальчика доставили в больницу. На улице Тихорецкой ситуация повторилась. На дворовой территории водитель Опеля тоже сбил ребенка. Мальчик с переломами госпитализирован. На Советском проспекте водитель газа на переходе сбил пьяного пешехода. Выпивоху доставили в больницу. В Полесском районе водитель Опеля сбил пешехода, переходившего дорогу вне перехода. Мужчина госпитализирован. Ночной ДТП. На перекрестке улиц Шевченко и Пролетарской столкнулись два автомобиля – Hyundai и Mercedes. Водитель первого транспортного средства просто не посмотрел по сторонам. В итоге машина оказалась на разделительной полосе. Более подробное происшествие смотрите в следующем сюжете. Этот новенький автомобиль в испорченном состоянии. Mercedes спокойно ехал в прямом направлении. Тут неожиданно навстречу вылетел Hyundai. Hyundai не заметил заднюю идущую транспортную крест. Автомобиль ехал по левой полосе со стороны ЗАГСа. Водитель не посмотрел в зеркала и решил повернуть в сторону развлекательного центра. После столкновения машина оказалась на разделительном ограждении. Сам Mercedes был практически продан новому владельцу. Хозяин уже получил за него крупный залог. Петяна Караханова, Алексей Борнисов. Специально для места происшествия. Полиция ищет владельцев похищенных украшений. Ювелирные изделия были изъяты с центрального рынка в ходе рейда. Всем внимание на экран. В ходе рейда оперативники УВД изъяли на центральном рынке ювелирные украшения «Часы». В полиции не исключают, что вещи краденые. Фотографии изъятых украшений сейчас вы видите на своих экранах. Если вы узнали свое украшение, просьба обратиться в управление МВД по телефону 302-083, 302-085 или 02. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если именно вы стали свидетелем какого-либо происшествия, звоните в нашу редакцию по телефону 919404 или пишите на наш электронный адрес канала 1собакамэл.ру. Напоминаю, проект «Место происшествия» выходит ежедневно с понедельника по четверг в 19.20 перед службой новостей «Город» и итоговый выпуск в пятницу в 20.00. С вами была Татьяна Караханова. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова